Всем привет, друзья! В одном из предыдущих видео мы вспоминали судьбу тракторных заводов, которые после развала СССР остались за границей. Сегодня вспомним про те заводы, которые остались на территории России. Ну а для начала подпишитесь на канал, те кто еще не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Алтайский тракторный завод город Рубцовск, Алтайский край. Это предприятие образовалось в 1942 году после эвакуации на Алтай украинского ХТЗ. На заводе выпускали гусеничные трактора для сельского хозяйства и лесной промышленности. Большую популярность имели трейлеровщик ТТ-4 и гусеничный Т-4. После развала СССР дела пошли совсем плохо. Выпускаемые тракторы уже не соответствовали времени и были устаревшими. Попытки создать новые модели ни к чему не привели, техника оказалась невостребованной. В 2011 году завод объявлен банкротом. Огромные площади заводов сегодня похожи на места боевых действий, кругом руины и развалины, но на базе некоторых цехов образовались мелкие производства, в том числе и заводы, осуществляющие капитальный ремонт старой техники, например, Кировцев, и штучный выпуск гусеничных тракторов, таких как Алтай-130, Т-402 и Т-404. Последние имеют много общего со старичком Т-4А. Челябинский тракторный завод основан в 1933 году. Несколько раз менял название. Челябинский тракторный завод имени Сталина. Кировский завод, нарком, танкопрома в городе Челябинске. Производственное объединение Челябинский тракторный завод имени Ленина. Не будем подробно останавливаться на данном предприятии. Он прежде всего известен как завод по выпуску машин промышленного назначения. На нем выпускают трубоукладчики, бульдозеры и другие строительные машины, а также дизельные двигатели, дизель-генераторы и так далее. Масштабы производства, конечно, уже не те, что были в прошлом, но ЧТЗ жив. Чебоксарский завод промышленных тракторов основан в 1972 году для разгрузки ЧТЗМ. Сюда перенесли выпуск бульдозеров Т-330. Специализируется на выпуске техники промышленного назначения под брендом Четра. Среди ассортимента завода числится сельскохозяйственная техника под брендом Агромаш. Например, сельскохозяйственный трактор 6-го тягового класса Агромаш Руслан мощностью 335 л.с. Кроме того, выделена площадка под производство зерноуборочных комбайнов, которые, по сути, переехали в Чебоксары из Красноярска. Помните Енисей? Владимирский моторотракторный завод, он же Владимирский тракторный завод, открыт в 1945 году и выпускал колесные тракторы. Одним из самых известных тракторов завода был Владимирец Т-28 и Т-25. В последние годы своей жизни здесь выпускались колесные тракторы под маркой Агромаш. В 2018 году завод прекратил свое существование. Липецкий тракторный завод, основан в 1944 году, поначалу выпускал гусеничные кировцы КД-35 и КДП-35. Потом завод стал выпускать колесные тракторы, самым известным и массовым из которых стал трактор Т-40. С 1991 года на смену старичку Т-40 пришли ЛТЗ-55 и его полноприводная версия ЛТЗ-60. В 2004 году завод стал банкротом, вместо него образовалось новое предприятие Липецкий трактор под руководством концерна тракторной заводы. Также в отдельное предприятие в 2009 году выделено производство гусеничного шасси для военной техники. На сегодняшний день производство остановлено, цеха сданы в аренду. Кировский завод. Не будем заострять внимание на этом старейшем заводе, основанном еще в 1801 году. Сегодня он один из самых успешных тракторных заводов России. На смену старым К-700А и К-701 пришли новые современные модели кировцев, которые пользуются большим спросом как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Петербургский тракторный завод очень даже жив. Волгоградский тракторный завод. В прошлом Сталинградский тракторный завод. Образован в 1930 году, когда с конвера сошли колесные СТЗ-1. Позже на заводе освоили производство гусеничных тракторов СХТЗ на ТИМ. В 1941 году начат выпуск знаменитых танков Т-34. И лишь в 1942 году завод был остановлен, когда бои стали проходить на его площадке. После войны на заводе наладили выпуск гусеничных тракторов ДТ-54. И ему на смену в 1963 году на конвер пришел ДТ-75. Самый массовый гусеничный трактор. В 1994 году завод стал выпускать трактор ВТ-100, который во многом повторял ДТ-75. В 2005 году завод объявлен банкротом, все цеха снесены. Кроме тех, которые выпускают военную технику под крылом Ростеха. Онежский тракторный завод. Еще один сторожил, который по количеству годков переплюнул даже Кировский завод. Онежский тракторный завод из Петрозаводска основан в 1703 году. Специализируется на выпуске техники для лесной промышленности, такой как ТДТ-55. Сегодня базовой машиной завода является Онежениц-300, завод Жив. Я перечислил 8 заводов, выпускавших тракторы в СССР. Из 8 перечисленных, 4 завода закрыты и разрушены. Такие итоги. Наши заводы закрываются, при этом за это время в стране появились производства тракторов иностранных брендов, таких как Джон Дир или Клоас. Дальше попытаемся вспомнить, какие комбайновые заводы были на территории России в СССР и что с ними стало сейчас. Россельмаш основан в 1929 году. В СССР получил специализацию по выпуску зерноуборочных комбайнов. Самым знаменитым комбайном завода являлся СК-5 Нива, который под маркой Нива Эффект выпускался вплоть до 2017 года, 44 года на конвейере. На сегодня это, пожалуй, самый успешный завод, выпускающий сельскохозяйственную технику. Его производственные площадки находятся в нескольких государствах, в том числе и в Канаде. По всему миру практически на всех континентах продаются кормоуборочные и зерноуборочные комбайны. После приобретения канадского производителя тракторов в линейке Россельмаша появились тракторы Versatile, завод Жив, Красноярский завод комбайнов. Сибирский завод производил комбайны для более тяжелых условий работы, характерных для Сибири и Дальнего Востока. Собственные разработки СК-5, СК-6, Енисей-1200 и другие. Предполагалось, что эти комбайны будут работать в районах с большим количеством влаги, в условиях преувлажненных хлебных масс. Красноярские комбайны по многим узлам были унифицированы с СК-5 Нива, но часто на них ставили второй молотильный барабан для домолачивания. По факту Нивы и Енисеи часто бок о бок работали на одних полях. До начала 2000-х дела на заводе были не так плохим. Разрабатывались новые машины, запускались на конвер. На различных выставках новые комбайны с названием «Руслан» выигрывали медали. Но выход продукции падал. Было решено перенести производство комбайнов поближе к центру, в Чебоксары. Красноярский завод закрыт и разрушен. Теперь на его месте строят жилой район. Таганрогский комбайновый завод. В послевоенные годы завод стал специализироваться на выпуске зерноуборочных комбайнов. Многие из них разработаны были именно здесь, даже те, которые выпускались на других заводах. Здесь выпускали самоходные С4, СК-3, СК-4, СК-6 «Колос» и его модификации, в том числе двухроторные и варианты на гусеничном ходу. Также место на конвейере занимали свеклоуборочные комбайны КС-6Б и зерноуборочные КЗС-3РУСЬ. В 1997 году производство комбайнов остановлено. Здесь решено строить автомобильный завод «Тагаз». Но сегодня и он больше ничего не производит. Идет процедура банкротства цеха «Пустые». Рязанский комбайновый завод. Завод основан в 1905 году. Занимался выпуском сельскохозяйственной продукции. Лишь в годы войны завод вставал на военные рельсы. В 1964 году выпущен первый комбайн. Завод специализировался на выпуске картофелеуборочных комбайнов, работающих в паре с трактором. В 2007 году завод объявлен банкротом. Сегодня его цеха сдаются в аренду. Одно из новых предприятий ООО «Рязанские комбайны» продолжает выпуск комбайнов под маркой Рязанского комбайнового завода. Дальсельмаш известен тем, что ставил вполне себе обычные комбайны, такие как СК-3, СК-4 и многие другие на гусеничную тележку. Это было необходимо для работы на переувлажненных почвах. Это были как зерноуборочные комбайны, так и кормоуборочные. В 2002 году завод объявлен банкротом. ЯМЗ, Ярославский моторный завод, известен своими двигателями, но он приложил свою руку к производству кормоуборочных комбайнов под маркой Ярославец. Это ЯСК-170, ЯСК-200 и другие. Завод жив, но комбайнов он не производит. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь в соцсетях с друзьями. Всем пока!